Сергей, расскажите, пожалуйста, нюансы испанского бизнеса. Что может быть? Ну, в принципе, я занимаюсь различными сферами бизнеса. В основном это экспорт, импорт, строительство еще с 80-х годов прошлого столетия. Дело в том, что есть очень много нюансов, которые решаются в дружеском отношении между покупателем и продавцом. А также в свое время я работал в очень крупной фирме в Мадриде, называется Паркет Тропикаль. Хозяином там был такой сеньор Лос-Сану. И вот когда я задавал вопрос, что в Испании какая же разница платить наличными деньгами или чеком, он мне однажды провел наглядный пример. Узнав, что одна из фирм, которая реализует паркет, находится Алла Кебра. Ну, это значит Суспенсион де Пагус. То есть она не может больше работать и так далее, и так далее. На аккредитации находится. Поэтому мы, созвонившись, поехали туда. Он взял небольшой дипломат с собой, куда положил наличные деньги и дал мне такое задание. Значит, в нужный момент, говорит, когда я тебя толкну ногой, ты должен как бы невзначай открыть дипломат, чтобы хозяин этой фирмы увидел эти деньги и потом закрыть. Простое, как говорится, решение всего. И вот проходит у нас совещание. То есть начинает рассказывать хозяин этой фирмы, что его паркет прекрасный. Да, он даст скидку на 10%, но не больше. Потому что себестоимость его вот такая. Ну, хорошо. Беседа идет, идет и заканчивается, в принципе, следующий. Ну, давайте пойдем пообедаем и потом решим этот вопрос. В этот момент я чувствую толчок ногой. Я открываю дипломат, как бы невзначай, типа достать документы или что-то. И чтобы он увидел эти деньги, сложенные пачками. После обеда мы покупаем все за полцены. За полцены? Да. Это прямо сразу же оплатить? Точнее, оплатить, да, той, которой мы требовали. Но это было полцены. Почему? Потому что оплата была наличной. Сразу же, да? Сразу же. А, вот так тоже. Деньги, утром деньги, вечером в стуле, да? Официально. 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 То есть согласно по контракту все, но это было полцены. Потому что человек увидел эти деньги. Вот он наглядный пример вопроса. Как говорят, есть ли разница в наличных и безналичном оплате? Да, есть. Особенно это разговор, если идет о крупных суммах. Понятно. Ну, интересно. А вот еще в какой-то компании работали в Сименс. Расскажите вообще, как там специфика? Сименс у нас был отдел, который занимался импортом восточным. Это в основном мы поставляли, опять же, древесину. Мы работали по натуральной древесине, полупереработанной. То есть первый сорт, потому что в основном отправляли их автомобилями. Ну, начальная стадия мы отправляли кругляк. Другляк – это интересная тоже тема из этого кругляка. То есть круглый лес. Из этого кругляка делался шпон. В основном это были дубовые породы, ясеневые, буковые и так далее. Но потом вышло определенное запрещение по поводу этого. Тоже интересный вопрос, как решалось это запрещение, как можно обходить законы согласно официальных предложений. Дело в том, что основная древесина круглая поставляется 3-х метровой длины. Это есть стандарт для шпона и так далее. То есть переработки. Мы приобретали древесину 3,50 длиной и нам сверлили в этом бревне дырку в самом верху. Для чего? Это уже была не древесина круглая, это был уже продукт переработки. И таким образом отправляли. Опять до определенного момента по Камис и это запретили. Так что человек и в Советском Союзе, и в Испании он на той человек, чтобы думать. Если ты будешь думать, то всегда найдешь выход из заждавшейся ситуации. Поэтому и такой вариант был поставок. В основном, я говорю, работали мы по деревопереработке. До того момента по Камис открыли свою фирму. Все эти Сименсы, все это прекрасно, все это хорошо. То есть паркет Тропикалис, это очень крупные мировые фирмы. Но в них ты работаешь для того, чтобы дать основной прибыль хозяину. То есть получаешь хорошую зарплату, хорошие условия этой работы. Но они так и остаются хорошими. А вот своей фирмой, то есть тут уже нужно больше думать для того, чтобы получить больше прибыли. Потому что она идет чисто на тебя. А вот ты же скажешь, этот механизм вообще, как правильно, чтобы вас там не кинули при работе. А то заплатите деньги, например, а вам ничего не поставили. Или наоборот. Вот здесь как вот доходить сюда, этот консенсус. И чтобы... Дело в том, что на только сложный вопрос этот, который практически невозможно ответить. Точнее, не ответить можно. Нельзя найти серьезный выход из этого положения. Дело в том, что я уже объяснял вам, что если фирма испанская, которая получила товар от вас и дальше будет должна оплачивать, она может не платить на законном основании. Почему? Потому что она выставит следующее. То есть вы подойдите в суд. Понятно. То есть решать вопрос. И тот же покупатель в суду ответит, что он планировал оплатить, что все было продумано, все хорошо. Но в определенный момент создалась ситуация, когда он потерял деньги. Поэтому суд присудит. Главное, что во время суда этот покупатель ни в коем случае не должен говорить, что он не будет платить. Да, он будет платить. Но когда? Когда будут деньги. В общем, получается такой замкнутый круг, что вроде бы все и даже суд здесь... Вообще здесь суды как-то они что-то здесь решают? Потому что они очень дорогие, я знаю, адвоката нужно нанимать, все. Нет, но они решают. Но опять же, я принимаю, что вот этот суд, которым я сейчас вам говорю, он примет решение, что вы обязаны платить. А потом следующий шаг. Когда? Когда и с каких ресурсов вы обязаны платить. Ведь я вам говорил, с ограниченной ответственностью организация, СЛ, она отвечает только тремя тысячами уставного капитала. Все. Все. А дальше она будет платить, но когда? Если не усмотрено судом в этом решении, в этом действии не усмотрено криминал. То есть вы надумано обманули и так далее. Но опять же я говорю, если у вас на счету в тот момент, когда заключается контракт и идет товар, деньги эти есть, а через полчаса они пропали, то никаких концов вы не найдете. И так вот все. Поэтому что делают? Делают вот в основном масса русскоязычных людей, которые приезжают. Они оставляют в бывшем Советском Союзе свою фирму, которую руководит брат, сват, то есть поверенные, которому не верят и так далее. А здесь открывают свою фирму. И себя обмануть там и там смысла никакого нет. А, получается... То есть вы сто процентов уверены, что отправляя из Испании плитку, вы деньги получите от своей же фирмы оттуда. Но опять же своей, она может ей еще рассказать, брат, сват, но доверенные люди. Вот и все. Это самый оптимальный вариант. А вот еще выявил, что здесь работают через банк, через посредник, например, чтобы там, например, то лицо, оно скажем так, ну, зафиксировало деньги, а потом, например, чтобы, когда вам товар пришел, вы получили финансы все-таки как-то более понадежнее. Это называется система револьверная. То есть эта система называется, вы откладываете в банке определенную сумму, которая депозируется. И по окончанию сделки с этой суммой, в смысле, эта сумма из банка снимается. Есть такая система. Но вопрос заключается, мы сейчас говорим о поставках. Ну, хорошо, вот у нас один грузовик товара, он стоил где-то ориентировочно 25-30 тысяч евро. На эту сумму создавать эти проблемы нет смысла. Ну, по крайней мере, это какая-то хотя бы надежность, и что вообще деньги делают. Вот, можно годами ждать еще. Ну, это раз и второе, это еще система револьверная. То есть вы эти деньги положили, они пришли и в то же время опять заполнились. То есть на первую поставку, на вторую, на третью они заполняются. И у вас есть те самые. Ну, это крупные, постоянные контракты и так далее. Это более высокая материя, о которой мы говорим. В Испании сколько процентов частного предпринимательства? То есть процентов 60, а то и 70. Государственных предприятий очень мало. Поэтому кто вам гарантирует? Банк? Банк никогда ничего не гарантирует, он на себя не берет. Организация? Да, она гарантирует. Это раз и второе. Честно, я вам скажу, здесь я первое время сталкивался, что нет контракта. Или давайте составим контракт. Ну, это какой контракт? Ты отправишь мне фактуру, и я тебе отплачу. А контракт? Какой контракт? То есть практически здесь для среднего бизнеса контракта не существует. Существует фактура. Мы с вами переговорили, чай вот попили. То есть товар пришел, я проверил, я отправляю вам фактуру на оплату, и вы мне оплачиваете деньги. Значит, все-таки первый идет товар или деньги получается? Товар? Нет, нет. Дело в том, что это уже разные варианты. То есть есть и товар, и деньги вперед. Здесь редко кто платит деньги вперед по приходу товара. Пример приведет по супермаркетам большим. Сначала товар, потом остальное. А, вот так даже. Хотя в России вроде наоборот, там утром деньги, вечером в стулья. Согласен. Поэтому и было очень тяжело работать с ЕС. То есть собрать два, как говорится, разнополюсных контакта воедино. Что один хочет деньги вперед. То есть мы, предположим, работали ясно. Мы не фабриканты, мы поставляли полуфабрикат. Так, на определенной фабрике в Северо-Испании. Поэтому товар должен к нам был приходить. А для того, чтобы он уходил, по коносаменту или по инвойсу, то есть это документ, который показывает, что товар загружен, проверен и так далее. То есть мы должны сделать перечисление. И тогда товар уйдет. Это возникало до того, что скандалы на 2-3 дня, потому что перечисления здесь где-то в посредничных банках зависали. Там праздники, там это, там то. Поэтому, и вдобавок, какое перечисление? Перечисление вам не может прийти с сегодня на завтра. Оно как минимум 3 дня идет. За исключением свифтовского подтверждения. Это электронное подтверждение, что деньги, да, ушли. Но для того, чтобы мне отправить деньги на этот товар, я подготовил там представителей, которые работали от нас, получили от нас зарплату и проверяли товар. И без его подписи, деньги не уходили. Это хоть какая-то гарантия была, постольку, поскольку. А иначе, доверие дело хорошее. Ну, 25 тысяч, это немалые деньги, небольшие, но никто, в принципе, не умрет. Но самое интересное, что тех 25 тысяч товара, который мне зашел из России, в Испанию, я должен заплатить НДС, я должен заплатить себе налоги. Продам я его или съем, это мои проблемы. А НДС государству отдай. И таможенные услуги. Не заранее, то есть это все оформляет таможню и отсылает вам документы, на которые вы оплачиваете. А потом может прийти туда, я не знаю, дрова внутри. И никто тебя не вернет, даже если ты наполнишь, это твои проблемы. Государство свои деньги взяло. Все, в самом деле. Согласно документам, которые были отправлены на таможню, пришли. Поинт-поинт. Сергей, вот расскажите, кто для вас такой испанец вообще, образно? Там, может быть, характер, поведение. Или может сравнение даже с русскоговорящим, например, с русскоговорящим, например, вот так вот, менталитетов. Это настолько расширенный вопрос. Во-первых, очень многое зависит от автономии. Как я вам сказал, что большую часть своего времени я провел на севере Испании, там совершенно другой испанец. Более спокойный, более выдержанный. То есть, намного меньше шума и так далее. Но южные испанцы, они более, как сказать, веселые, более шумные. Это опять же говорит о том, что, не забывайте, что в первую очередь в Испании много веков на территории Испании. Южная Испания, Средняя Испания, Центральная Испания. Находились мавританцы, находились римляне. То есть, у испанцев смешение крови огромнейшее. За исключением чистой расы, которая находится на побережье Атлантики. Это поизбасков, Кантаврия, Астуриас и Галиция. Даже освобождение Испании произошло от одного из военачальников, знаменитых Пелайо, который начал громить мавританцев. И потихоньку пошло реконкиста. Освобождение Испании от мавританского ига. Поэтому в течение стольких веков, как смешалась кровь в Испании. Поэтому южные испанцы, они и внешне, и в натуре отличаются от северных испанцев. Вообще другие люди, получается. Начиная от еды, совершенно другая. Кончая, я говорю, то есть внешне. Заканчивая, я имею в виду, культурой. То есть, у них совершенно другой. Понял, понял. Поэтому сказать испанец, это абсурдно, как сказать, из Советского Союза. То есть, не национальностей, а автономии много. И они отличаются очень сильно. Даже языки. В Испании семь языков. Нет, четыре языка и семь наречий. Вы на всех говорите? Нет. То есть, я более-менее знаю Астурьяно, Бабли. Опять же, более-менее. То есть, понимаю. По-каталански я понимаю. То есть, говорить постольку, поскольку. Ну и общепринятые испанские, это... Угу. Понял, понял. А вот вообще, например, все-таки испанец и вот сравнение и менталитет, например, русскоязычного человека, например, вот здесь. Какая различия, например, характеров? Ну, разница большая в чем. То есть, не зря испанцы говорят, что они, ну, сказать, чтобы переносили все на завтра. Нет. Они люди, которые живут сегодняшним днем. И тем счастливы. Угу. Все сегодня, по сути дела. Да. То есть, когда начинают задавать вопросы, вот много русскоязычных туристов начинают задавать вопросы. Почему они и так далее? Какие эти? Я отвечаю очень просто. Дело в том, что они счастливы, что живут этим сегодняшним днем. Угу. Дело в том, что если он чем-то недоволен, он моментально заводится, моментально выскажет свое негодование. Уважает. И остынет. Сразу же. А человек русскоязычный, он начинает в себе кипеть. Угу. Сдерживать. Какие у нас клетки не восстанавливаются? Нервные. Нервные. Вот вам и есть проблема во всем. То есть, может лучше высказать сразу, без жестокости. А иногда, видишь, когда что-то спорят испанцы, размахивая так руками, ногами, думаешь, ой-ой-ой, сейчас без большой драки не обойдется. Потом отошли, пожали руки, пошли пиво пить. И все, да? И все. Ну, а здесь же ведь такой, по-моему, есть, Сергей, здесь же ведь дотронуться лежат. В России можно там полбудалки, там максимум штраф выписали, да, какой-нибудь копеечный, а просто поругали. А здесь, если дотронуться до кого-то там, здесь, мне кажется, дорого это выйти. Нет, это немножко не так. То есть, дотронуться вы, дотронетесь. Дело в том, что есть определенные побои, которые могут быть сняты, есть свидетели, которые можно перевернуть. Но это и в России так же самое можно перевернуть. То есть, просто дотронуться, ну и что? Нет. Тем более, вы знаете, что основной принцип старования испанца – это целование в обе щеки. Это как дотрагивание или нет? И еще вот так берется за плечи и так далее. То есть, в принципе, это не совсем правильно. Это говорит о том, что, да, даже сейчас дети имеют право подать заявление на своих родителей. Называется мало стратус. То есть, вы кричите, ребенок берет, набирает номер телефона и говорит, «Вот орет на меня родитель». Это мало стратус. Значит, могут вас наказать, даже лишить ребенка. Лишить ребенка даже. Поэтому есть законы, кто ими пользуется, кто меньше пользуется, кто больше пользуется. А кто пользуется именно в этот самый. Вот буквально где-то неделю назад был очень интересный пост в интернете. То есть, девочки из Марбеи, потом из Лериды, они советуются. Что же делать? То есть, получилось так. То есть, один испанец перевписывался с русскоязычной из Коста-Бланки. Ну и вот в этот период, буквально перед этим самым карантином, он приехал и забрал ее. То есть, понравилось, все, поехали в Лериду. Не зная, что там произошло и так далее, и так далее, то сейчас он ее выгоняет из дому. Говорит, все, будь здорово, уходи. Куда в этот период, не переехать, никуда ничего. Вот она пишет пост в интернете. А девочки ей советуют, да ты ударься головой об стенку и напиши, и пойди с ними побои, и он тебе еще денег заплатит. И они правы. В полном смысле этого слова. Интересно. Да, 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 это не то, что я придумал, это я сам почитал. Я волшебный, тем более, много советов. Ударься, ударь это самое, да, и все нормально, и будет это. А она говорит, а у нее брат адвокат. Ну и что, что брат адвокат? То есть полиция сейчас смотрит очень серьезно за этим самым, за плохими, плохими отношениями к женщинам. Все, поэтому он тебе еще денег заплатит, чтобы ты отвязалась от него. И они правы. И что решила она, девочка? Не написала? Не написала, что решила. Не знаю, не знаю. Нет, дело в том, что если она пишет и перейдет, это в принципе, как вам сказать, это подтверждение или один из фактов того, что он может подать, что она спланировала. А, вот так вот. Поэтому с этим нужно иметь аккуратное дело. Это вот буквально где-то неделю назад у меня пришел такой вопрос от женщины. Говорит, а вы имеете право снимать лица без разрешения? На что написал, дорогая, я не помню, Марина, по-моему, что я не снимаю на улице лица. Я снимаю, то есть общественное место с обстановкой. Если вы случайно попали в кадр, вы имеете право написать мне и попросить меня убрать вас из кадра. Но ни в коем случае разрешено или не разрешено мне снимать. Лица мне запрещено снимать. Особенно детей. Детей просто нельзя без разрешения. А этот ты снимаешь на улице кадры. А если вы попали, идете на улице, ну, извините, попали. То есть я говорю, вы можете попросить и написать, что, пожалуйста, уберите у меня из этого кадра, потому что я не хочу. И, в принципе, я должен пойти вам на встречу и убрать, если я хочу. Но я пойду на встречу, потому что весь этот пост был сделан не для того, чтобы снять вас, а для того, чтобы показать какую-то обстановку. Ну да. И наглядный ей пример привел, то есть последний, вот сейчас тоже очень модно, показывать видеосъемки самолета Мадрид, Канарские острова. То есть он летел в воскресенье, первый рейс. И был забит полностью. Когда положено столько-то людей, столько-то, столько-то. И вот люди снимали обстановку в самолете. И сейчас эти кадры крутит центральное телевидение Испании. И там были лица, не думая, что всех довольных или полудовольных, или никаких. То есть были сняты. Вот тебе наглядный пример привели того, что разрешено. То есть в общественном месте они снимали определенную ситуацию, и кто-то попал в этот кадр. Ну, попал, значит, попал. Вот мы опять говорим о тех законах, которые существуют или не существуют. А как вообще вот здесь, смотря архатом, какие-то ситуации у вас были? То есть здесь все-таки закон на стороне женщины сталкиваешься с чем-то? Ну, честно сказать, у меня жена из Краснодарского края. Мы с ней уже много-много лет живем. Поэтому ситуации такие в принципе не появлялись. Хотя то, что я читал и видел, практически все на стороне женщин. То есть если... Давай говорить дальше. Если суд будет рассматривать мужчине или женщине привилегию, особенно когда они разводятся, то дадут женщине. Есть такой закон, что, например, до 16 лет квартира, если у них совместная, и есть ребенок и остается он женщиной. То есть до 16 лет или 18, сейчас не помню точно. То есть он как раз, она может проживать в этой квартире, он должен оплачивать. Поэтому есть. А вот, например, возьмите Германию, Австрию. То есть сталкивалась приходиться с ситуацией. Там немножко по-другому. Там какое-то вроде более равноправие в этом отношении. А вот как вообще карантин здесь провели, как он застал у вас ситуации сейчас с изменениями мира? Ну, карантин меня застал очень просто. Дело в том, что я закончил работать 14 или 13 марта. То есть последняя группа. Не 14, значит. А 13 я сделал последнюю группу. Болгары были. В секурсе отвез их в Барселону и приехал назад. И вышел этот карантин. То есть в принципе период март и середина апреля всегда занимаемся какой-то технической технику в порядок приводить. Новые экскурсии, маршруты, что-то. То есть в принципе в этом периоде может быть какие-то мелочи и все. А вот уже начиная с середины мая, даже конца апреля, начинается движение. Поэтому что в это время? В это время я привел немного в порядок. То есть столько было информации, видео, фото и так далее. Все накидывалось каждый день. Дело в том, что мы взяли за основу делать следующие ролики. Я вам дам потом этот самый сайт, чтобы вы посмотрели какие-то ролики. То есть в принципе едут люди. Компания, автобус небольшой. Мы автобусы маленькими работаем. И вот с их разрешения проводятся какие-то видеосъемки и фотографии. Из этих фотографий делается потом слайдовый фильм с наложением музыки и так далее. И за счет от чего? То есть люди приехали. То есть то, что они сфотографировали, прекрасно. Все равно они не знают тех мест основных, которые знаю я. То есть это согласно опыту и так далее. Поэтому сфотографировал и вставил. И потом мы даем им эти самые визитки, даем им наши сайты, даем это, чтобы они могли посмотреть. То есть люди, приехав, через день-два они получают фильм о своем путешествии. Со своими лицами. Опять же фотография. Кто хочет, пожалуйста. То есть я обязательно задаю вопрос. Кто не хочет, не вот это из-под тяжка. У меня потом сказал, я не хотел. Некоторые отходят, говорят, я не хочу. По каким причинам? Ну у каждого свои. То есть сфотографировал и поставил. И люди, приехав домой, они включают родственников, и себе и так далее. Смотрите, говорят, вот это мы были там. И плюс, это своеобразная реклама. И плюс, разрешение. А для нас это ничего не стоит. Но это собирается огромное количество фотографий. Таких, 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 таких. И они в течение лета просто нет возможности заниматься. Они скидываются, скидываются, скидываются. Это целые огромные горы информации. И потом начинают, что-то нужно выбросить, что-то нет. И вот когда это делать? Вот именно в это время. И начинал себя чистить, смотреть, убирать, забирать и так далее. И все. Вот это я занят. Я в принципе закончил вот туда. Еще мне бы месяц. Да, достаточно было. Понятно, что это не дает какой-то прибыли. Но, слава богу, запасы есть. В принципе, можно пережить это раз в других ситуациях. Это не только у меня или у кого-то. То есть у всех такая. Поэтому нужно. И вот такой вариант. Дело в том, что нужно сейчас начинать с разрешения. Потому что до этого разрешения никакого не было. Нужно начинать двигаться. Любой фирме нужно двигаться. Иначе она порастет плесенью. В полном смысле этого слова. Получит она прибыль. Не получит любое вложение. Оно в принципе вложение для дальнейшей прибыли. Поэтому движение вот это все бесплатно, казалось бы. Ну, бесплатно. Какие вложения? Да никакие. Дело в том, что есть техническая база. То есть эта самая, она вся есть. Приобретена и так далее. И съездить 50 километров в одну сторону опять обратно. Это не проблема. Во-первых, это будут знать люди, что она движется. Во-вторых, помощь людям. В-третьих. Ну, в общем, выбирай только хорошие, позитивные те самые. Не заработаешь туда, но не заработаешь. Ну, ничего. Помню, помню. Но ты не можешь сидеть дома. Сидеть ты можешь когда-то закрыть. Согласен, да, когда закрыт только. А вообще вот здесь как получается бизнес? Здесь получается все-таки туристический сезон только, да? Вот люди зарабатывают там за 2-3 месяца летом. Там за июль, август, сентябрь. А потом на эти деньги, по сути дела, здесь живут весь год, да? Дело в том, что вот возьмите, например, аренда. Уныли. А основная прибыль идет летом. Но и в зимнее время, и в осенне, и так далее, у нее идет небольшая прибыль. Почему? Потому что у нее большей частью апартаменты, они взяты на целый год. Ты оплатил по полугоду или целый год ты оплатил целиком. Все. Стоят они, денег не дают. Денежки они уже взяли с тебя. Поэтому, если ты возьмешь сейчас, выставляешь в интернете, испанцы, французы и так далее, стоимость меньше, они приедут. И получишь мизер. Или даже если получишь ноль, но ты уже из кармана из этого ноля не будешь. Минус вытаскивать. Хотя бы так, да? А как иначе? Ну да, согласен. Поэтому летом ты получаешь свою прибыль, а зимой поддерживаешь на уровне. Просто. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. На ту же зиму приезжают некоторые люди на 2-3 месяца, сдаются им по льготным ценам. У нас было по-другому. Мы, например, когда работали чисто, это самое, то есть плотно работали. Сейчас-то я уже практически половину работы убрал. Мне хватит и возраст, и все. То есть оно мне не нужно. Тем более у меня дочка, я выезжаю зимой и так далее туда, на пару месяцев в Австрию. А, у нас в Вене. Поэтому там нахожусь. Так оно вроде мне не надо. А раньше, то есть заканчивается сезон, он заканчивался в сентябре, начало октября. А уже в середине ноября, концу ноября мы были в Андорре. И до марта работали в Андорре. С теми же русскоязычными туристами, по этим же экскурсиям и так далее. В Андорре. Все. То есть ты заметил, когда-то отдыхать тебе нужно. А что ты работаешь весь год? Работаю. И сейчас некоторые так и работают. То есть некоторые, но это меньше стало, потому что русскоязычных меньше стало. И это самое, но сейчас Андорра будет до 15 июня, по-моему, у него границы закрыты вообще. А, до 15 июня вообще так? По-моему, так. Я не буду брать, это мне сказали. То есть это не официальные данные, просто сказали, потому что нужно человек было, я как говорил, до 15 июня. Они вообще не пускают никого. Все понятно. Как вообще думаешь, вот сейчас такая ситуация происходит? Изменение мира такое, мы сейчас проснемся в новом мире. Да я не думаю, что у нас только новый мир. Дело в чем? Дело в том, что эпидемия есть. Так? Но возникла очень серьезная проблема с государствами, которые просто не подготовлены к имени. В Испании 5 лет, 6 лет назад решили приватизировать медицину в частную. Но были ППшники и больше половины удалось приватизировать. Наглядный пример показал, что она совершенно не готова, она готова деньги с тебя тянуть. Плату медицины, да. Вот, за исключением, а так она не готова. Нет антивирусной системы, нет этих самых, их нет, этих систем. Следовательно, Испания задохнулась. Испания, Италия вторая, которая тоже занималась приватизацией и так далее. Почему у батька проблем не возникло в Белоруссии? Потому что у него государственная медицина, она вся была настроена и так далее. В России она тоже, в принципе, должна быть. Единственное, просто почестнее надо. Это раз, во-вторых, как-то по-людски относиться к медикам, к этим самым, понимаешь? И разваливали, сколько медицины в России развалили. Здесь ее не развалили, здесь ее переводили. Этот самый, практически раз воровывали. И, конечно, результат получился, что? Вот это в Испании получилось. Это раз, во-вторых, появилось новое правительство, которое боится. То есть, это я разговаривал с одним человеком, очень интересный человек, у меня в Австрии, когда летал. И он мне рассказал по этой системе, говорит, дело в том, что у любого правительства, любого правительства, не обязательно в Испании и так далее, при вот такой ситуации есть несколько путей. Третьего пути у него не бывает. Первый путь – это запретить все. Призовите, как можно. А потом, если выздоровеет, сказать, вот видите, мы сделали. А не выздоровеет, значит, так получилось. А вот если ты откроешь, ты возьмешь на себя очень большую ответственность. То есть, получится, не получится. Не получится – плохо, получится – еще хуже. Поэтому лучше идти по пути, закрыть, запретить и все. Вчера вышло, позавчера вышло постановление в Испании о том, что с 15 мая нужно будет езжать в Испанию, только на две недели нужно карантин просидеть и так далее. А, вот так уже, да. Все это правительство. И вчера мне позвонили из Вены, то есть Брюссель, вместе с Германией, Францией, Италией. Они уже решили, что с 25 мая усти все самолеты не ограничено количество и так далее. Это никаких вот этих, там, чей человек сидит, просто как было, так и есть, да? Да, да, да. Так я беру, а страны, которые ведут экономику Европы? Что, Испания скажет, а нет, а у нас будет половина? Скажет, да, у тебя будет и половина денег, которые ты просишь. Уже с 240 миллиардов, которые они просили что-то, им дали только всего лишь 120. А сейчас скажут, вообще 20. То есть Испания не может саможить. Ну да, получается, без Евросоюза она бедная и голая. А раз так, значит она будет прислушиваться к этим самым советам, законам. А если те ведут закон, а куда им деваться? То есть опять, поэтому у нас закон сегодня вышел на три дня, завтра он поменялся. У нас выходили законы, которые вот там по детям и так далее. То есть они вышли, народ начал кричать и на следующее утро его поменяли. А вот так даже меняется буквально. Это вот наглядный пример сейчас. Так о чем мы говорим? Поэтому правительство боится делать какие-то шаги серьезные и так далее. Почему? Потому что ополчатся все. Сразу же, да, получается? Сразу же учет меняется. Потому что, вы знаете, что три раза голосовали в Испании? Три раза голосовали, что собрать коалицию правительства. Это не социалисты. Это социалисты плюс Падемос, плюс те и так далее. На третий раз. Это где такое было? Не могли собрать большинство и так далее. Поэтому собрали и сейчас нужно как-то остаться на плаву. Понятно, что они попали в самую страшную ситуацию, ненормальную и так далее. Но нужно жестче. Если вы продумали и решили, то нужно до конца это действовать, доводить. И иметь логическое объяснение. На пляж я не могу идти. И тут же тот, кто плывет на доске, можно. Ну да, вот непонятно, потому что я тоже не понял. А с такого не понял, сплошь и ряда. Да, да. И так же вот здесь кто-то боится. Я, например, сейчас на машине езжу днем, нормально все. А кто-то радует, а оказывается, у нас тоже так же ходить-то можно. В итоге вы уже кафе открыты. Для кого кафе открыты, для кого магазин открыты. А ходить нельзя. Сначала выпускают разрешение о открытии отелей. А в этом самом и через неделю вводят о том, что нельзя въезжать без карантина. Ну да, непонятно. Не, ну тут понятная логика, простая. Дело в том, что есть ЭРТ. ЭРТ это то, что, например, ты как организация, если имеешь право, ты своих людей отправляешь на пособие по безработице. В каком отношении? То есть государство оплачивает твоим людям 70% заработка. А, они не предприниматели, да, получается? Поэтому, если сейчас уже нет денег, то как их можно заработать? Нужно дать разрешение фирмам для того, чтобы они открылись. А если они не откроются, мы платить не будем. То есть логика простая. То есть я тебе дал разрешение, так хочу же мне открываться, если никого нет. А это твои проблемы. То есть рабочим ты будешь или сам платить, или так далее. Но со вчерашнего дня пришло разрешение увольнять. То есть раньше нельзя было увольнять на время карантина и так далее. А сейчас ты можешь увольнять. Или, скажем, получается, я его увольняю, а он сразу на саудит, да? Нет, на пару, то это его проблемы. То есть дело в том, что у многих нет пары и не хотят. То есть люди, которые работают по несколько лет, у них есть континуа и так далее. То есть нужно им платить определенную сумму и так далее, чтобы уволить. Сейчас разрешили увольнять. Без выплаты? Соответственно. А, даже так, да? Какой-то хорошо даже по-кому. Кому? Работодателю хорошо. А, соответственно, работнику плохо, да? Но этот человек куда пойдет? Ну, пойдет на государство, что вставать там на сало. Правильно. Но если у него он работал 3-4 года, у него же есть пару. Пару это оплата определенной суммой на определенный срок по безработице. А кто это платит? С какого-то кармана платится? Это государство платит. А откуда у него деньги, если и так его их нет? А, вот так вот, да? То есть палка настолько это самое, поэтому они дергаются из этого. Они хотят и помочь, и в то же время денег нет. И это самое, и в то же день. Они, делая это самое, не отправляют все эти документы в Европу. Говорят, вот у нас, чтобы не было социального взрыва, 5-10, нам нужно столько денег, чтобы понять то, 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 то. И рассматривают и делают. И тот же закон меняется. Пой, Пой, Сергей, последний вопрос. Смотрите, все-таки вот здесь, получается, в Испании больше защищен работник, чем тот, кто дает работу, правильно? Чем там, хозяин фирмы. Поэтому здесь такие расслабленные ходят, потому что, по сути дела, он там ходит, делает, не делает, а зарплату ему платит. Но, в принципе, да, в зависимости от того, как заключен контракт. Ведь он может быть временный, контракт может на определенное время, может быть нафиксированный, может по окончанию определенный образ строительства. Но работник официальный, он защищен социально и так далее. Да, он защищен больше, чем он. А хозяин не защищен? А хозяин вообще, получается, открыл он бизнес, он все отвечает полностью за все. А что-то получит неизвестный счет. Нет, ну вот, Нелик, я тебе говорила, что дали возможность получить кредит с меньшими процентами. Это что, не помощь? Ну, да, ну понял, что ли, хотя это кредит же, по сути дела. Оплатить налоги, то есть перенести оплату налогом на 2-3 месяца. А, дали такое сейчас разрешение здесь? Ну, от этого налоги не делись. То есть, через 2 месяца ты что, станешь на ноги? А их платить надо? Так если тут никакого сезона не будет, то никто на ноги не станет, больно? Ну, но тебе дали, чего ты еще хотел? Еще, да, посудим. Это единственное представление сейчас, которое были. Кредит с меньшим процентом и налоги оплатить через 2-3 месяца, да? Нет, почему автономус? Было, что ты не оплачиваешь секретарь социаль. То есть, каждый автономус, вот я, например, оплачиваю 280 евро в месяц. Это минимальное. А, это у вас своя автонома, да? Да. Ну, сейчас я дал дебаха, то есть, закрыл ее. Почему? Потому что не вижу смысла никакого. Я вообще знать его закрываю, потому что смысл платить. За что, да? Если нет чего. А потом спокойно ты даешь альта и дальше работаешь. А, получается, в общем-то, если у тебя пока работы нет, ты можешь быстренько его закрыть, да? Конечно. Это закрыть, если ты автономус. Если ты эсэээлли, значит, там уже нужно определенное. Нет, почему ты можешь закрыть, определенные документы, определенные эти самые, сдавать все это самое. Это более волатительно. Автонома, ты позвонил к истору и сказал, я прошу, чтобы с первого числа мне дали дебаха. Он отправляться и будет сосалить, и тебе приходит бумага. В первое число ты бах. И уже ты не плачешь никому? А потом, когда надо, отправил. Так же самое. Ну, плюс все. А хистор вообще дорого себе берет? Без хистор можно вести бизнес? Он лучше с хистором? Нет смысла вести бизнес. Дело в том, что, например, у меня хистор берет, значит, за открытие автоном он берет 50 евро. Заведение дел в месяц он берет 60 евро. А, ну не так дорого, да, по-моему? Ну, все зависит от количества, конечно, документов и так далее, и так далее. Всего. То есть он смотрит на работу, как говорит, от 60 и выше. Это раз, во-вторых, на 90% я проверю. У меня был хистор, это вообще вначале. Это просто уникально. Это просто, знаешь, принцип работы в Испании. То есть звонит мне, он и говорит, значит, ты подведь ко мне, я тебе покажу, сколько там налогов. Я приезжал, он говорит, ты как хочешь заплатить, чтобы тебе вернули 280 евро или чтобы ты сам заплатил 300 евро? Я говорю, ну дурацкие вопросы, конечно, чтобы мне вернули. И вот начинает крутить, крутить, рассказывать. Я говорю, слушай, ты просто можешь сказать, что для того, чтобы на законном основании я получил 300 евро, я должен 100 тебе отдать. Ну да, я хотел это и сказать. Понятно, в общем, да. С вас выуживают деньги, да? Нет, он не выуживает. Он, в принципе, дает невозможность. Но я-то понятия не имею, как это сделать на законном основании. Это раз. Во-вторых, хистор – это тот человек, который собирает все твои документы, но он не несет ответственности. Официальные, ненормальные или нет, это ты несешь ответственность. Поддельные или нет. Он составил согласно твоих документов и сдал. Получается, он посудил такой, что денег я хочу, но я ничего не несу. Это все твое. Не, несу он, он никакой, что он ничего не несет. Он только помогает тебе, это как твой бухгалтер. Ну да, да. Он-то, в принципе, на ответственность постольку, поскольку несет руководитель все равно. Такая, получается, девушка, он говорит, ну, ты мне дай 100 евро, по сути дела, вы же и так 60 платите. Он должен за 60 евро уже экономить вошеде. Он бы мог мне на законном основании, он мне мог, так как я не знаю, мне мог написать, что я должен государство 280. А так мне вернулось 200, а 300 статями. А, вот так. Ну, он вроде вот эту лазейку видит и сразу хочет с нее еще заработать, да? Дополнительно. Но это начальник, я его не знаю сильно и он не знает. А, ну, понятно. А потом все это самое. Я пришел и говорю, значит, а ну-ка, дорогой мой, ты мне посмотри, как мне сделать это на законном основании. И сколько для меня это будет 11. Он уже знает. Так вот, встать вперед. Я согласен, я можешь и не согласен сказать. Нет. Платить все государство. То есть он не может это решить. Решаешь ты. А, ну, понятно, понятно. И все. А если бы вот это вот дебаха сделали, когда закрыли, пока, ну, чтобы не работало, уже соответственно ему не платить ничего. Соответственно. А, просто у вас никаких же платежений нет. Но он у меня, например, Хистор, ты, например, сейчас надо было какие-то там позвонить. Документы и так далее. Я не разбираюсь в этом. Я для этого, как тебе сказать, тут узкопрофильная система. Если ты электрик, он никогда не пойдет кран крутить. Он электрик и сантехник. Нет, нет. Но с одной стороны мне говорят, это плохо. Это может плохо, а может быть наоборот хорошо. Он специализируется в одной отрасли. А там и пекарь, и печник, и еще и на дуге игреется. Поэтому на всем он не может быть мастер. Он может быть на чем-то одном. Поэтому он, мне это самое позвонил, говорит, Женя, помоги мне сделать это самое. Он бывший. Он родился у детей испанки. Она испанка. То есть я ее давно знаю, еще по Советскому Союзу. Он, который там закончил образование, здесь приехал, тоже поучился. Русскоговорящий, да? Да, русскоговорящий. Почему? Потому что с русскоговорящим очень легко решаются какие-то вопросы. Я прихожу и говорю, вот смотри, это есть у нас законные действия. А мне нужно сделать, чтобы эти законные действия стали законными, но вот с этим отклонением. Есть вариант, но я сам стараюсь еще почитать. Почему? Потому что он тоже довольно-таки ленивый. То есть ему лучше, проще открыть, сказать, вот это запрещено. Подожди, а вот если так? Ну, если так, может быть. Получается, даже вы сами уже это решаете. Это как у Якуты в этом самом. На севере. То есть большая проблема. Особенно с посадкой картофеля, 5-10. Начали русскоязычное делать такие теплицы на Санях, чтобы чуть повыше, потому что земля промерзает и так далее. И сажать картошку. Вот Якут приходит и спрашивает, ты что делаешь? Вот картошку сажать. А что, она вырастет? Ну, попробуй. Пошел Якута, начал сажать. Говорит, а что для этого нужно сделать? Ну, из-за этого нужно сначала посадить, а потом ждать, вырастет она или нет. То есть нужно сделать этот шаг. То есть нужно попробовать, подумать о том этом шаге вперед. То же самое у него. Я посмотрел, он мне, он говорит, ты как хочешь совместно. Я говорю, я знаю уже систему эти, совместную декларацию доходов. Делай совместную. Почему? Потому что у меня жена все получает официально. Большая зарплата. Ну, соответственно, оттуда и вырук много. Если мы соединяем их вместе, то соответственно, то есть количество, то что она должна заплатить, то какая разница с общего кармана, то есть падает в три раза, то и в ноль уходит. Я вроде копейки не получаю, но в общей сумме мы получаем доход. Вот и все. Понятно. Тут разные такие схемы. Поэтому можно заполнять там отдельности. То есть, если ты не знаешь, и так далее, он заполнит тебя в отдельности. Тебе вернут 200, с него я возьму 1200. А, вот так вот. Очень понятно. В общем, тут надо как-то постоянно вот это лавировать так вот, да? И тестору это помогает делать. Конечно. Вот это он делает. И он, в принципе, это все окупается. И тем более, они такие деньги. Это раз, во-вторых, что такое? Куча бумаг, чеков и так далее. Складывается. Я когда складываю, я потом сел, выбрал один день, сложил за месяц. Начинаю сам все пробивать. Прибыли, расходы и так далее. Получается определенная сумма. Потом сдаю ему. Я своего рода проверяю. И он знает, что я проверяю. И подожди, а это куда? Ну, он может посоветовать тебя, что давай, например, эти затраты перенесем там в следующий квартал. Почему? Потому что смотрится вроде, ты работаешь, а еще у тебя государство должно. Такое не может быть. То есть, по закону это положено. Но как только мы такое вставим, то и завтра налоговая инспекция. Придет нам, да? Поэтому зачем? То есть, тебя подскажет это. А, ну, все нормально. Все, все, все. Итак, друзья, ссылка на контакты Сергея будет в описании. Звоните, заказывайте туры. И также ждем ваши комментарии, какие вас темы интересовали о жизни в Испании. Пишите, и обязательно на эту тему сниму видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»